Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите новости «Анапа-Регион» в студии «Ирина Меркуриева». Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Развитие инфраструктуры и борьба со стихийной торговлей. В Витязевском сельском округе определили фронт работ на год. Они прославили Анапу. В городском театре подвели итоги городского этапа масштабного краевого проекта «Имя Кубани». Окрыленной мечтой, как и чем живет анапский авиамодельный кружок, его история из самых первых рук. Имена 24 анапчан, тех, чья судьба тесно связана с городом-курортом, прозвучали со сцены городского театра. Сегодня подвели итоги муниципального этапа поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», приуроченной к 80-летнему юбилею образования Краснодарского края. В списке номинантов «Герои», «Павшие живые», основоположники курортного дела в Анапе и их последователи, на мероприятие специально приехали внуки героев Советского Союза Дмитрия Калинина и Сурена Ракеляна. Песня как символ мирной жизни, затем экскурс в прошлое. По словам организаторов, экспедиция «Имя Кубани» не просто поиск людей, без которых немыслим Краснодарский край. Одна из задач – показать непрерывность истории и связь поколений. Вазген Ракелян, полковник Вооруженных сил Армении, живет в Ереване. О дедушке слышал по рассказам. До того, как началась война, Сурена Ракелян служил в милиции. В армию пошел добровольцем. В своем последнем бою на территории Анапского района при штурме высоты закрыл с собой амбразуру Дзота, повторив подвиг Александра Матросова. Почетное звание присвоено деду. Это очень ответственный момент сегодня для меня. Я благодарю всем инициаторам, организаторам этого торжества, в лице мэра этого прекрасного города Сергея Павловича. Очень благодарен, что чтят, чтят, люди помнят. Инна Калинина живет в Москве. Анапу Исукко называет своей второй малой родиной. О деде Дмитрии Калинине знает по рассказам отца и бабушки. В семье чтят героя, отмечают его день рождения, поминают в день гибели, когда он возглавил отвлекающий десант, а оставшись один подорвал себя и врагов гранатой. Мне кажется, что в то время любой советский человек знал, на что он идет. Он знал, что он идет на смерть. Если об этом спрашивается, то да. Мне кажется, что он знал. Всего специальная комиссия отобрала 24 имени и биографии тех, кто жил или живет в Анапе, или чья судьба неразрывно связана с городом-курортом. Имя боевое, имя молодое. Парадайверу Никите Ванкову помимо специального диплома вручили документы инструктора. Имя благотворительное, имя духовное, имя трудовое – это личные вещи Владимира Аванесова, который сделал Анапу детским и круглогодичным курортом. Вера Севрякова, автор многочисленных работ по курортологии, сегодня, можно сказать, продолжает его дело. Ощущение того, что в жизни то, чего я много сделала, теперь это известно народу, что все научные достижения, все премии, которые были, о них, может быть, не знали, что теперь будут знать гораздо больше. И не ради меня, а ради той профессии, которую я избрала, и ради тех научных исканий, которые я тоже многие годы проводила вместе со своими коллегами. По словам Веры Севряковой, на самом деле список людей, которыми Анапа может по праву гордиться, значительно длиннее. И экспозиция, подобные этой, могут быть интересны не только горожанам, но и гостям курорта. Глава города Сергей Сергеев назвал символичным то, что мероприятие проходит в канун Дня защитника Отечества. Анапа славна своими трудовыми подвигами, так же она славна и боевыми заслугами. Сегодня Анапа находится на Южном Форпосте на обеспечении безопасности, я имею в виду, честно говоря, нашего государства. У нас живут и проходят службу военнослужащие, у нас получают высшее образование курсанты нашего института береговой охраны ФСБ России. Организаторы отметили, что муниципальный этап в Анапе точно соответствует концепции и духу экспедиции. Имя Кубани – это экспедиция в будущее, в единстве с прошлым и настоящим. Это экскурс в историю в лицах, это патриотическая альтернатива денгоризации нашего времени, это проверка на крепость связи поколений, преемственности поколений, потому что преемственность поколения – это фундаментальная основа сохранения семьи, общества и государства. И этот экзамен выдержали с честью. Спасибо вам огромное и близкие вам поколения. На следующем этапе экспертный совет на уровне региона отберет имена, которые войдут в специальный информационный банк. На их примерах в дальнейшем будут воспитывать подрастающее поколение. Итоги экспедиции «Имя Кубани» подведут 13 сентября текущего года, в день 80-летия образования Краснодарского края. Реконструкция стадиона «Понтас» в Витязево под тренировочную базу к чемпионату мира по футболу начнется в апреле. Об этом стало известно в ходе ежегодного отчета главы сельского округа. В планах местная администрация на текущий год отсыпать щебнем 11 дорог, а также продолжить наводить порядок в торговле. Свет, вода, канализация – пожалуй, основные вопросы, которые сегодня интересуют жители курортного села. В сезон все коммуникации перегружены. В прошлом году на деньги энергетиков, а также самих жителей установили 4 новых подстанции, готов к проекту увеличения мощности еще на одной. Выполнена половина работ по прокладке нового водопроводного коллектора. Тянут канализацию, ее подключат к новой центральной трубе, которая идет вдоль Пионерского проспекта. В этом году на бюджетные деньги заасфальтировали улицу Овражную. По просьбам жителей начали строить тротуар на улице Школьной. Друг друга понимаем, мы по всем вопросам с ним консультируемся, просим помощи и мы как-то работаем хорошо. Взаимопонимание и взаимоуважение, так скажу. Прошла масштабная реконструкция школы и детского сада с приобретением мебели и современного оборудования. Благоустроена территория. Деньги выделили из краевого и местного бюджетов. Часть средств в небюджетные источники. Глава округа Василий Апазиди поблагодарил за постоянное участие депутатов и предпринимателей. На деньги муниципалитета высадили 360 деревьев. По распоряжению главы города Сергея Сергеева появилась собственная подстанция скорой помощи. Выделена земля под будущий крытый спортивный комплекс. На строительство планируют привлечь средства мисс краевой программы. Очень много тренеров занимается с детьми. Как бы назрел этот вопрос. То, что глава пошел на встречу, как бы и землю закрепили. И подталкивает нас, так будем говорить, к участию в программе краевой, что по строительству крытого спортивного – это значимое событие. Эта площадка возле Дворца культуры станет временным местом тренировок для спортсменов. Стадион «Понтос» начали готовить к реконструкции, к чемпионату мира по футболу 2018 года. Это одна из тренировочных площадок для команд. Определен подрядчик. Работы начнутся в апреле. Полностью все, что там есть, сносится. И полностью по новому плану строится новый стадион. Это очень серьезный вопрос на контроле у краевых властей, у центральных, федеральных. И, естественно, мы будем этим вопросом заниматься. Сегодня жители Витязева также интересуют вопросы, связанные с введением курортного сбора, а также доступности пляжей. Они рассказали о том, что некоторые организации огораживают территории до самой кромки воды. По закону территория пляжа вся не может быть огорожена. Как мы тоже будем с этим разговаривать, должно быть место для запретить отдыхать на пляже. Мы не имеем права, никто. И в том числе хозяйствующих объектов, которые пользуются этим пляжем. Единственное, что может, это устанавливать лежаки, оказывать услуги своим отдыхающим, там водичку, еще что-нибудь вроде этого. Поэтому мы будем их еще раз собирать и будем, конечно, на этот счет разговаривать. Также актуальным остается дорожное строительство. В планах местной администрации провести отсыпку 11 улиц и еще одну заасфальтировать. Кроме того, навести порядок в гостиничном бизнесе и торговле. Мы с этим прекращаем, потому что это наше лицо. Это улица Черноморская, это параллельный курортный микрорайон. По словам Василия Апазиди, стихийная торговля – прямой конкурент стационарному бизнесу, который платит налоги, а от налоговых поступлений зависит развитие всей территории. С 10 февраля по 2 марта во Всероссийском образовательном детском центре «Смена» проходит зимняя детская киноакадемия при участии Министерства образования и науки Российской Федерации. В ней принимает участие свыше 300 человек из 60 регионов России. В программе 16 факультативов со специалистами кино, мастер-классы и встречи с актерами. Ребята по-настоящему снимают фильмы, пробуют себя в роли актеров, режиссеров, сценаристов. Все тонкости кинопроизводства познают на практике. На семинарах и ток-шоу обсуждают проблемы российского кинематографа и, в частности, молодежное кино. Через кино мы впитываем образы и образ жизни. Не только образы, а образ жизни. То есть мы посмотрели кино, мы подражаем этому герою. Кому нам подражать? Российскому герою или американскому герою? Чем больше мы смотрим американского кино, тем более американизировано наше мышление становится. Все вот в это упирается. Приехав сюда, я ожидала узнать много нового. Сейчас я получаю это. Я научилась вести себя на сцене, хоть я как бы повышаю свою квалификацию, так сказать. Результатом работы Академии станет создание детских, молодежных, короткометражных фильмов, мультфильмов, музыкальных клипов, фото-выставок, телевизионных сюжетов и радиопередач. Автору самой лучшей работы предоставится бесплатное обучение в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино. Наш курорт прославляют уникальные люди, которые своим трудом и талантом привносят в жизнь что-то новое и полезное. Один из таких людей Владимир Краснобрыжий, основатель кружка авиамоделизма на станции юных техников. Большую часть жизни он посвятил детям, за что был отмечен не только на уровне города и края, но и страны. В 1986 году он был удостоен почетной грамоты Министерства просвещения РСФСР. Позже заслужил и ветерана труда. Об истории кружка из первой хусты, о том, как сейчас живет клуб авиамоделистов, в следующем репортаже. Владимир Иванович с гордостью показывает свой первый радиоуправляемый самолет. Он до сих пор бережно хранит его как память о своей той, крылатой жизни. Это очень сложный самолет. И он полетел с первого раза? Полетел, с первого раза полетел. Старый аэродром, знаете, где был? Вот там мы запускали. И смотрю, из города бегут дети. А где это? Кто это делает? Ну, я ему говорю, такой-такой адрес. У нас детей было. Любовь к самолетам у Владимира Ивановича появилась еще в детстве. Вспоминает, как отец подарил ему игрушечную тележку. С нее-то все и началось. Я ее разломал и сделал из него самолет. Это был сороковой год. И потом пошло и поехало дальше. Потом, будучи школьником, он сумел запустить двигатель, который был просто наглядным пособием в кабинете физики. Я запустил этот двигатель. Вся школа, все дела бросила. Он же шумит. И тогда, значит, у меня в классе девочка говорит, о, Володька, ты какой. А в 1968 году Владимир Краснобрыжий уже в команде Анапской станции юного техника учит школьников конструировать модели самолетов. От желающих записаться в кружок не было отбоя. Теперь вся история, как и сам кружок, в руках ученика Владимира Ивановича. Молодой педагог Олег Меншиков достойно продолжает дело своего учителя, которое и спустя более полвека окрыляет юных техников покорять новые высоты. Те знания и опыт, которые Владимир Иванович передал мне, они у меня накопились. Достаточно большой багаж. И хочется им поделиться с подрастающим поколением, чтобы ребята тоже имели понятие и представление о небе, о полете и о том, какая веревка держит этот самолет. Обучение многоуровневое. Именно так учил Владимир Краснобрыжий. Первые модели, сделанные руками школьников, это бумажные самолетики. Потом плоские воздушные змеи. Далее ребята делают схематическую модель планера. И так, от простого к сложному, юные техники учатся строить радиоуправляемые модели самолетов. А это мост-полет. Его название XT-300. Он создан для выполнения фигур высшего пилотажа. Семену Каремулину 13 лет. Мечтает стать инженером-конструктором. Говорит, что такой опыт – отличное подспорье для его будущей профессии и не только. Это работа с инструментами, отличная электроника. Это все очень интересно. И я считаю, что это пригодится будущему мужчине. Вместе с Семеном в кружке ежедневно занимаются около 13 юных техников. Ребята – неоднократные победители краевых и всероссийских конкурсов. Их лучшие крылатые модели были представлены на гидравиасалоне в Геленджике, выставке от винта в Екатеринбурге и даже в Госдуме на фестивале научно-технического творчества. Нынешний руководитель кружка Олег Меншиков уверен, впереди еще много побед и взлетов. Но все они возможны только благодаря тому, что однажды их общий самолет во главе с капитаном Владимиром Краснобрыжем набрал нужную высоту. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам нового партнера программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова